Шаббат. Шалом. Всем мир и благодать да умножится в познании Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня очень важное слово по коринфянам 2 глава. Я хотела сказать, что по моим наблюдениям, те послания, которые имеют и первое, и второе, например, первое, второе, там Петра, Иоанна, там даже три послания, они имеют откровение уже о последнем времени. То есть второе в коринфянам это уже ближе к нам, к нашим событиям. Если читать солоденькие яйца, там уже говорится о вечности, воскрешении и так далее. Этим мы должны уже наполняться. Очень хорошее слово. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. То есть мы через лицо Иисуса Христа познаем славу Божию. Иисус говорил, что кто видел Меня, тот видел Отца. Это не в физическом теле. Это Его дела видел, Его сердце. Иисус Христос показал сердце Отца, любящее сердце Отца. Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Вот истинная любовь Богу. Что мы сокрушены. Что всё, что мы делаем, мы делаем послушанием Богу. И мы это делаем для того, чтобы любить людей, потому что Бог любит. И нам нечем гордиться. Нам нечем хвалиться. Потому что Иисус умирал за всё человечество. В откровении жена, невеста перекликается с именем церкви. То есть Сын Божий имеет сердце любящее и заботится о всей церкви. Это Его миссия. То есть Он заботится, как муж, о жене. О своем теле. Многие пророчествуют сейчас о свадьбе на небе. Что Христа и жена. Ну как мне открыто, как я понимаю. Иисус Христос это тот, кто умирал за наше человечество. Есть Иисус, который будет умирать за следующее человечество. И есть ли у него жена. Ну написано в последнее время по кибэтии. Никто не женится. А пребывает как ангелы на небесах. В том смысле, что сейчас такая духовная война идёт. Настолько жёсткая духовная война. Что в это время последнее где-то сказано, что лучше оставаться так. То есть лучше не жениться. Имеющий жену будь как не имеющий жену. То есть это освящение наше. Ну, видимо, мы не можем служить Богу в той силе и славе, если мы связаны делами житейски. Оно отвлекает нас от постоянного служения. Потому что написано, что жатвы много, а делателей мало. От того, что мало делателей, которые можно было бы их призвать, но они чем-то отвлечены. Много соблазнов. Согласитесь, много соблазнов. Бог сотворил нашу жизнь очень многообразно. И поэтому кто-то должен нести служение многократное. Поэтому жена или муж для него является абузом. Это у меня такое видение. Но жена, конечно же, есть, как написано. Это 144 тысячи, которые не скриняли себя с женами своими. То есть понятие четко есть жена своим. И поэтому нужно утешаться Господом. Иметь видение, конечно, о том, что мы имеем свои половинки. Но смиряться с тем, что мир, полный соблазнов, нуждается в постоянном служении Ему. У меня такое видение, что Бог прикладывает уже слушателей. И в послушании мы будем распространять информацию по концу времен. Потому что Бог, побелевший из тьмы воссияет света, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана Ему Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Не излагаемы, но не погибаемы. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашей. Ибо мы живые непрестанно предаёмся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смерти плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Кому обращается память? Это 2 Коринферанс 4 глава. Кому она обращается? Смерть действует в нас, а жизнь в вас. Конечно же, речь идёт о том, что мы молимся. Молимся настолько, что часть энергии свою отдаём за окружающих, которые ещё не призывают имя Господа. Которые ещё не познали Бога и не понимают, для чего молитва. Ведь мы живём и так. Мы родились, живём. Зачем нам было молиться? Мы же живём. Но я проповедую. Вечность на земле. И без послушания Богу вечности нет. Нужно это запомнить. Что мы жили до сих пор в кредитах. Я не говорю о себе. Я уже 26 лет в Господе. Я говорю о тех, кто ещё не знает Бога. Которые ещё не поняли, в чём заключается вечности. Нет такого понятия, там встретимся. Нет. Жизнь на земле. В это сложно поверить. Но информация об этом распространяется. Давайте откроем 5 главу Корректории. Ибо знаем, когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься небесным нашим жилищем. И остановимся на этом. Почему? Потому что если я говорю о реинкарнации, то, конечно, разрушается плоть. И человек начинает жить другую жизнь. Скорее всего, что это тот же самый род. Скорее всего, что прабабушка стала правнучкой. Понимаете? Прабабушка или праправнучка. То есть получается, что я имею бабушку, она умирает, у меня рождается девочка. То есть в таком смысле. Или еще четыре поколения. Возможно. Возможно. То есть моя дочка родит мою бабушку. Так может быть. И о чем я хочу сказать. Я говорю о том, что небесный Иерусалим сошел. Это и есть дом нерукотворный. Это и есть жилище на небесах. Ведь видение было Иоанна, что он спустился. Небесный Иерусалим спустился. Это в последнее время. Это осуществляется. То есть мы имеем будущее жизни. Имел ввиду Павел. Дом нерукотворный вечный. Оттого мы и воздыхаем, желаем блеститься в небесное наше жилище. Это в Коране сказано о последней жизни. И вот это вот сейчас. Нам нужно быть очень внимательными, чтобы не отпасть. Именно поэтому многие сейчас жертвуют свою личную жизнь для служения Богу. Господь нас так ведет. Мы призываем людей к покаянию. Многие проповедуют Вознесение. Опять слышу проповедница Пророка, который говорит, что скоро Вознесение, скоро Вознесение. Но Вознесение заключается в том, чтобы мы облеклись в небесное наше жилище. Это не имеется в виду дом, а плоть. И дальше только бы нам одетыми не оказаться ногими. То есть нам кажется, что мы спасены, а мы перед Богом ноги. Почему? Потому что мы остановились и не освящались. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременьем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа. Кто такой Дух Святой? И Бог нам дал его залог. То есть Он не будет вечно с нами. Мы будем превращаться в освященных. Мы будем научно жить так, чтобы жить вечно. И так мы всегда благодушествуем. И как знаем, что во дворя из села мы устранены от Господа, ибо мы ходим в веру, а не в еде. То мы благодушествуем и желая улучшенной выйти из села и во дворица Господа. Ну, у Павла, конечно, нет информации о Вечности. Он не понимал о реинкарнации ничего. Ему не было открытой реинкарнации. Согласитесь. Не было. Это тайна. Это печать, которая снимается в последнее время. И дальше говорится о Водворении. Ну, а это о Вечном Служении. Потому что кто такой Дух Святой? Возможно, это чья-то жизнь. Человек, который жертвует своим телом. Возможно, где-то на той планете, где жители служат нам, их тела каким-то образом замораживаются. Ну, допустим, или, я не знаю, еще каким-то образом. Они находятся без Духа. А Дух приходит на землю. Что? Нести служение. Аминь. И вот это служение, когда тьма должна быть изданно в ад. Тьма должна изданно быть в ад. Нам служат эти души. Вот они. Ангелы. Которые призмы. Это сила Божия. Которая открывает нам информацию. Которая нас защищает. Которая закрывает глаза злодеянам, преступникам, которые нас преследуют, допустим. И так далее. Это все Божьи Духи. Души. Духи. И это откровение вечности. Скорее всего, что когда мы наконец-то видим новое землю и новое небо, как говорил я вам. И мы будем так же сами служить. Тоже научимся выдворяться из тела и находиться у Господа. Выйти из тела и выдвориться. Это уже как бы косвенно Павлу было открыто о служении. Вот. Служение новым. Новым служением. Которое еще не открыто для нас. То есть получается, что вечность то она в теле, в принципе. Но служение на следующей земле. Будет в духе. А тела будут. Вот этих служителей, которые готовы подворяться у Господа. Служить Богу. Они будут находиться на той планете. И теми учеными, которые умеют это тело без духа поддерживать жизнь. Это, наверное, очень большое служение. То есть на той планете, где души будут служить на новой земле, они... Ну, я думаю, их много не с одной планеты. Вот поэтому на земле так много людей. И эти души будут служить здесь, чтобы защищать от зла, чтобы освещать и просвещать. Поэтому призывай людей каяться. И не украшать Духа Святого, чтобы когда он бьет, оставляли тьму, чем мы любим заниматься. И слушали живое слово. Чтобы видеть жилище на небесах. Дом нерукотворный вечный. И так, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты, надеясь, что открыты и вашей совести. Не снова представляем себя вам, но даем вам повод хвалиться нами, дабы имели вы, что сказать тем, которые хвалятся лицем, а не сердцем. Если мы выходим из себя, то для Бога. Если же скромны, то для вас. Ибо любовь Христова объемит нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер. Чтобы живущие уже не для себя жили, но для Дух. Умершего за них и воскрешен. Поэтому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знали. Итак, кто во Христе? Тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христовым, примирившего нас с собой и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не меняя людям преступления их, и дал нам слово примирение. Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертву за грех. Чтобы мы в нем сделали правильный перед Богом. Вот давайте будем пополнять тело Христову. Невесту Христову. Церковь. Духовную церковь. Пусть Бог открывает нам, что такое церковь. И есть сведения у Бога, что у пастора должно быть сто овец. И никто не должен передподчиняться. То есть вот эти иерархии церкви, это неправильно перед Богом. Я благодарю Бога за каждого, кто меня слушает. Я так уже наблюдаю, что больше ста человек слушает каждый день меня. Ну, старые проповеди на иных языках, на других языках переводятся. Вижу, что семь человек слушают почти сразу меня. Шесть прослушивают меня, следят за моими обновлениями. То есть очень мало следят за моими обновлениями. Ну, я благодарю Бога за каждого. И можете... Может быть, когда Бог даст, я познакомлюсь с теми, кто за мной следит. Может, это не совсем добрые люди. Может, просто от злого сердца за мной следят. То, что такое может быть, Бог откроет, когда захочет. Вот. Будьте благословены. Всех верных, Господа. До свидания.